В 2014-м российские паралимпийцы стали настоящими героями. В общем медальном зачете сборной 80 наград. Атлеты показали миру, что возможно абсолютно все. Жизнь обладает удивительными возможностями, и в ней нет непреодолимых ограничений. Паралимпийская сборная России по слэдж-хоккею стала серебряным призером игр, уступив лишь команде США в финальном матче со счетом 0-1. Бронзовым призером Паралимпиады стала канадская сборная. В сильнейшей американской сборной россияне встречались в Сочи дважды и на групповой стадии оставили соперника неудел. Наша команда выступила на играх блестяще и добилась результата, который сможет способствовать развитию этого спорта в дальнейшем. Лыжи для биатлона и лыжных гонок – подарок Эрека Зарипова. На Паралимпиаде 2014 спортсмен завоевал серебряную медаль в лыжных гонках на 15 километров. Валерий Редкозубов стал двукратным паралимпийским чемпионом по горнолыжному спорту в слалами и суперкомбинации в Сочи. Валерий – обладатель Кубка мира, который хранится в музее спортивной славы курорта. Талисманами Игорь стали Лучик и Снежинка. По легенде, именно эти персонажи придумали новые виды спорта – слэдж-хоккей на льду и керлинг на колясках. Талисманы стали настоящим олицетворением контраста и гармонии. Вместе они обладают силой, которая способна одолеть любые преграды. Эстафета Паралимпийского огня началась 26 февраля. Владивосток, Хабаровск, Омск, Северск, Москва, Ярославль и ещё 42 города стали свидетелями этого исторического события. Завершилась эстафета 7 марта 2014 года в Сочи. Но огонь, который горел тогда в сердцах спортсменов и болельщиков, не угасает и по сей день. Валерия Асачи, Дмитрий Петри, Время новостей.